Стоматология – наиболее популярный раздел медицины. В данном направлении ведутся научные разработки. Подробнее об этом можно было узнать на симпозиуме «Инновационные технологии в ортопедической стоматологии», который прошел в Российском университете Дружбы народов. Он был организован в рамках третьей научно-практической конференции «Медицинская образовательная неделя. Наука и практика. 2019». Это будет охват всех аспектов нашей специальности от диагностики до профилактики. Это вопросы, связанные с новыми материалами, новыми технологиями, использованием имплантатов, тонкости нашей специальности, как для людей, которым требуется в основном эстетическая реставрация, так и для людей, которые страдают функциональной недостаточностью. Симпозиум состоялся в год юбилея члена-корреспондента РАН профессора Вадима Николаевича Копейкина. Это был блестящий педагог. Главный стоматолог – Министерство здравоохранения РСФСР. Теперь его ученики продолжают начатое им дело, развивают российскую стоматологию, выводят ее на новый уровень. На встрече перед студентами и всеми, кто интересуется инновациями в области стоматологии, выступили опытные врачи, исследователи, педагоги. Для нас, обучающихся, это прекрасная возможность узнать и овладеть не только основными методиками, навыками, которые мы учим в программе, но также узнать очень много нового от ведущих лекторов, потому что состав лекторов действительно звездный, это лекторы международного уровня, и мы можем стать действительно благодаря вот таким вот мероприятиям достойными представителями нашей профессии. Прогресс в стоматологии определяется во многом использованием новых материалов. В ортопедической стоматологии прежде всего, потому что это новые материалы для протезов, революционные подходы. Постепенный отказ от использования металлических сплавов, как следствие, сопровождающая инновации в данной области. Главный подход в 2019 году – это персонализированная медицинская помощь. Каждому пациенту подбирается индивидуальный способ лечения. Телевидение РУДН, Новости.